всем доброго времени пришла сегодня мне новая посылка в ней по сути два предмета было вот один из них это первая в моей коллекции 7 или 7 миллиметровая пуля калибра 7 миллиметров она полуоболочная коммерческая вот такой глубокой накладкой накатка или даже как складывается такое впечатление что два элемента вставлены один в другой и завальцованы судя потому что здесь дон со сплошной видите на донце клеймо его вживую не очень видно сейчас посмотрим что нам позволит увидеть камера она одно из характерных клеем селье и бело там эти s и b поперек друг с другом но я не знаю насколько это будет видно я просто знаете как когда знаешь что видеть на что-то уже похоже сейчас попробуем все-таки лупы применить а пока покажу значит то откуда я выковырял вот такой вот коммерческий боеприпас с 7 на 57 р он был сверлены пришлось мне его не смог я достать пулю без но не стал ее калечить покалечил гильзу или за коммерческая у меня по моему есть только вот но и в любом случае она сверлена следовательно как для моей коллекции не очень приемлемо сейчас попробуем использовать оптику и посмотреть подробнее клеймо на но донса чуть побольше света дадим приблизим к источнику света вот что-то навелась какая-то резкость буду вращать там такая стилизованная как бы буква с а я немножко потерялся фокус честно попробую опять в пойму а вот вот теперь хорошо видно видите как из таких секторов сделано и на вопереченке вот буква б вот интересно что это самое оболочка пули стальная это видно хорошо думаю вряд ли там внутри какие-то стальные элементы липнет так прилично хотел показать что то что быстренько под рукой уже были обзоры по этой паре патронов 7 на 64 бренеки и 7 на 65 р бренеки то есть фланцевая версия без фланцевая ну и вот на их примере покажу как происходит свадьба вот с фланцевой версии вообще но четко прям по нужную глубину садится плотно хорошо теперь я могу этот показать с пулей пуля видимо тоже какая-то из конструкции бренеки врать не буду ничего не могу сказать ну был уже про эти патроны а во вторую проваливается то есть вот как бы просто вставить он стоит но если перевернуть и чуть-чуть раз он провалится внутрь я думаю это связано с тем что эта гильза явно произошла с превышением давления то есть тут вылетел от капсуль как видите под копчено она мне в таком виде в коллекцию попала по моему оружейник незнакомую подарил то есть судя по всему и дульцы под раздуло возможно из-за этого больше чем обычно то есть не то чтоб на какую-то там там речь не идет о 10 доли миллиметра то есть пуля идет по ней ну просто что свободно ну так что вот такая первая у меня 7 миллиметровая коллекция еще и такая интересная с клеймом на донце вот что сказать теперь будет если что в случае появления новых семимиллиметровый гильз будет чтобы хотя бы хоть как-то вставить посмотреть вот ну это по первому предмету из обновки обновка пришло мне из если не ошибаюсь кривого рога нет ошибаюсь наверное ладно не буду врать откуда-то в общем с украины купил в интернете суммарно где-то там порядка до 10 юаней или около 10 юаней за два предмета я заплатил вот ну на этом про пулю все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности